У каждого совершеннолетнего гражданина России есть паспорт. Мы даже не задумываемся, сколько сил в этом документе. Паспорт – это пропуск во все службы. К врачу мы идем с паспортом, в ЗАГС тоже. И даже в магазине с нас требуют этот документ. Но что же делать тем, у кого вообще нет никаких документов? Руслан Ильясов живет в Нижнекамске вообще без документов почти 24 года. Живет как бесправное существо. Такое даже представить страшно. Он устал обивать пороги иммиграционные службы и подал на них в суд. У меня нет документов вообще никаких. Учемляются все мои права. Не могу вообще ничего сделать, ни медицинскую помощь получить, ни на работу устроиться. Живу уже 24 года в стране, 92-го года. И борюсь с тем, чтобы просто тупо получить паспорт. Выехать я из страны не могу, потому что у меня нет документов. Получить я что-то не могу. Пенсии у меня не будет. Так что опять в кубышку где-то что-то спрятать. Я элементарно не могу. Сейчас уже все люди на машинах ездят. Я не могу права получить. Родился Руслан Ильясов в Таджикистане еще при СССР. Когда страна рухнула, мужчина переехал в Нижнекамск в середине декабря 92-го. Старый паспорт у него забрали. Выдали вид на жительство. По его словам, иммиграционная служба допустила ошибку. Когда я сюда прибыл, этих законов не было вообще. Понимаете? То есть спокойно можно получить. Было тогда гражданство. Я обращался в управление Федеральной иммиграционной службы. Они там допустили ошибку, поставили просто не тут печать. Сейчас они от этого всего отнекаются, отказываются. Короче. Говорят, что я сам виноват во всем этом. И просто признавать свою ошибку не хотят. Но, к сожалению, в прошлое уже не вернуться и ошибки не исправить. Теперь нужно следовать новым законам. Начальник УФМС на суде разложила все по полочкам и попыталась объяснить ИСЦУ, почему они не могут выдать ему гражданство. Ему был выдан вид на жительство для лица без гражданства. То есть он был признан нами лицом без гражданства. В последующем, имея две судимости, значит, имея первую судимость уже вид на жительство, фактически он у него закончился вид на жительство. Поэтому в дальнейшем он не подавал, но с 2013 года, после освобождения, значит, из мест лишения свободы, у него неснятая и непогашенная судимость сейчас в настоящий момент, что препятствует как раз приемам гражданства в соответствии с федеральным законом по статье 41.1. Суд пояснил, чтобы Руслан Ильясов получил гражданство, ему необходимо подождать, пока его судимость закроется. А это еще три с половиной года. Как жить мужчине, это время непонятно. Остается только подавать в суд на досрочное погашение. Но, к сожалению, и это дело Руслан Ильясов может проиграть. Асу Арсланова, Максим Липин, Новости НТР.